Пастор Грэм не знал, что я буду говорить по этой теме. Это относится к тому, чем он только что поделился с нами. Одно слово – «собирать». Я верю, что Святой Дух дал мне сегодня это слово «собирать». Давайте сделаем небольшое упражнение, встанем, посмотрим вокруг и скажем, «Я сегодня в собрании». Это собрание? Это собрание. Какое это собрание? Какое оно? Ух ты! Евангелие от Матфея, 23 глава. Пока что оставайтесь стоять. Он говорил об этом, он говорил об Поле Найе, пасторе Скотти, собрании, праздновании спасения. С тех пор, как Пол Найе спасся, всегда было просто замечательно. Пастор Грэм также. Интересно, у кого больше получается? Вы или Пол? Мы собираемся вместе. У меня есть венгерский друг, и мы это делаем. Я не помню, когда это было последний раз, но каждый год, когда я приезжаю в Венгрию, мы им встречаемся и повторяем с ним детали того, что произошло в тот день, когда он принял Христа. Это удивительная история. Возможно, я когда-то расскажу. Матфея, 23, 37. Простем вслух. Как у нас дела? Готовы вы? Готовы? Иерусалим, Иерусалим, Избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе. Сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и Вы не захотели. Вот оставляется Вам дом Ваш пуст. Еще один отрывок. Бытие, 49 глава. О, как же мы любим Библию. Как мы любим братьев, правда? И сестерев. Как мы любим братьев, правда? И сестер. Слово так не преображается, правда? Бытие, 49-е, разбитые, высеченные водоемы, тут игра слов, сестерны. В понедельник у нас собрание под шатром на поле для гольфа. У нас будет там обед. Если хотите пойти на обед, это будет первая проповедь конвенции под шатром днем. Добро пожаловать. Вы можете приобрести билеты вон там. У меня есть несколько бесплатных билетов, и я понимаю, что сейчас не нужно бросаться к сцене, потом, после. Бытие, 49-е, 10-е. Прочтем вслух, пожалуйста. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчислил его, доколе не придет примиритель. Что такое примиритель? Ну, например, идет война в гражданское. Примиритель. Это мессия. Доколе не придет примиритель, и ему покорность. А на английском это собрание народов. Прочтем эту часть снова, и к нему будет собрание народов. Садитесь, пожалуйста. Еще один отрывок. Первое послание к фессалоникийцам. Я просто смилостивился над вами и позволил вам сесть. Итак, прочтем это также. Мы собираемся на нашу конвенцию, и к нам приезжают братья и сестры из разных стран. В нашем сердце мы предвкушаем великое собрание на небесах. Это называется восхищение. И об этом мы читаем в 4 главе, 15 стихе. «Ибо это говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе... Как вы думаете, сколько из вас считает, что Бог – это счастливый Бог? Да, Он святой Бог, благословенный Бог. Радость в Его присутствии, в деснице Его удовольствия на каждое утро. У Него чувство юмора лучше, чем у вас. У вас проблема. У Него этой проблемы нет. Давайте сразу же расставим все по местам. Разве это не удивительно, что Бог дал нам Духа Радости, потому что Он любит, и любовь смотрит на жизнь с удивительным чувством постоянной, бесконечной благосклонности к детям. Сегодня днем внуки были дома. Я пришел несколько позже, позднее. У нас в гараже есть три птички. Они родились там. Такие маленькие, вот такие. И кругленькие. Они летать еще не умеют. По крайней мере, не могли пару часов назад. Я спросил детей, вы хотите посмотреть на птичек? Три птички в гараже. Я привел своих внуков в гараж и сказал, нам нужно сидеть тихо. Их зовут Керли, Лерри и Мол. Если будем сидеть действительно тихо, то они выйдут, потому что они прячутся в гараже. Я видел их час назад, они не могли летать, потому что они родились недавно. Я сказал, они покажутся и спляшут для нас. Да, вот такой танец, вот. И я стал показывать, как они будут плясать. Они говорят, нет, я говорю, ага, нет, ага. Почему я это говорю? Я думаю, что такой Бог. Я думаю, что Бог птица в гараже, с маленькими детьми, Бог в вашем чувстве юмора, Бог в вашей любви, Он в вашей свободе, Он в вашей благосклонности. Это удивительно, что Он сосчитал волосы на наших головах, Он в мигании наших глаз. Если бы Он заглянул в ваши глаза, Он был бы таким изумительным и благосклонным к вам. Бог есть любовь. И Он поместил любовь по всему этому миру. Мы посидели там немного. Они начали смотреть на меня. А птички вообще-то есть? Да, Кэрли, Лэри и Мо. Один сказал, а мне не нравится имя Кэрли, завитушка. Я сказал, у нее нет волос. У нас был замечательный, маленький разговор. Итак, четвертая глава, 16 стих. 16 стих. Потому что Сам Господь при возвещении... Что такое возвещение? Он любит Его людей. Он любит Его невесту. Он любит собрание. Собрание, которое произойдет на небесах. Собрание, которое мы едва можем представить. Собрание безгреховной природы. собрание всех Его людей, которое произойдет на небесах. Он любит собрание. Он сказал, «Примиритель грядет, и люди Мои соберутся к Нему». Примиритель, Мессия. Когда Мессия пришел, Он сказал, «Если вы соберетесь со мной, или же разойдетесь, «О Иерусалим, Иерусалим, как же я хотел собрать вас ко мне, как птица собирает своих птенцов». Если мы пойдем еще дальше в Библии, то прочтем о собраниях, прочтем, как евреи вышли из Египта и собрались у Черного моря. Они были собраны Богом у горы Синай. У горы Синай они слышали голос, и они испугались Его. Там был дан закон, и Бог помазал Моисея, чтобы основать цивилизацию евреев, что стало основанием и для нашей цивилизации. Они были собраны. Мы читаем в Библии, что когда люди были рассредоточены, у них было много боли, много бед. Когда Каин убил своего брата Авеля, он ушел из присутствия Бога. Он построил город, но это не было собранием Бога. Это было собранием людей. Это было собранием людей, как мы знаем, людей. Точно так же и Вавилон – собрание людей без Бога. И Бог рассеял их. Но человек был создан не для одиночества. Конечно, всегда есть отшельники, желающие жить в одиночестве. Возможно, они были ранены в жизни, или у них никогда не было способности быть с другими людьми. Возможно, они больше предпочитали быть с собакой, чем с человеком, или же их лучшим другом была птица в клетке. Кто и скажет из вас на это «Аминь»? Один «Аминь» прозвучал. Мы понимаем это, я согласен. Если бы меня все время притесняли люди, возможно, у меня была бы собака лучшим другом. Но вот пришел Иисус, чтобы показать мне, что человек не должен быть в одиночестве. Показать нам, что мы были сотворены быть с Ним. Когда мы с Ним, Он собиратель. Псалом 146, 2 стих. «Я собираю изгнанников Израиля». Он собирает народы. Псалом 95. Книга Исаия 11 глава. Он собиратель, и Его собрание грядет. «Как будет выглядеть, когда мы будем восхищены?» Стих 16. «Он сойдет с неба с восклицанием, глазом Архангела, при звуке трубы Божьей, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Я думаю, что весь этот шум, голос Архангела, трубы Божьей, происходит потому, что Бог подобен ребенку. в том смысле, что Он взволнован, Он ликует, Он заинтересован, Он не скучный, Он не сонный, Он не уставший, но Он любовь. Любовь переносит все, любовь верит, любовь вкладывает, любовь прощает, любовь собирает. Бог собиратель. Он будет взволнован, когда Он придет с небес сюда, на землю, и мы будем собраны с Ним на небесах. Мне радостно думать, что люди на небесах, например, доктор Стивенс, и много мужчин, и женщин Бога, которых мы любили все эти годы, их тела здесь, в земле, но они с Христом в Его присутствии. Интересно, находясь там сегодня вечером, ожидают ли они того, что их земные тела будут также прославлены, и как это будет выглядеть? Я уверен, что у них есть душевное тело, и они пребывают в таком теле, 2 Коринфянам 5, 2, до времени воскресения материального тела, и это также они. Оно разложилось в земле, но Бог не создал наши тела напрасно. То, что Бог сделал, Он сделал навсегда. Первые плоды нашего искупления – это обновленный ум, исполненность духом, ощущение царства. Это первый плод. Мое тело все еще смертное, и наша греховная природа все еще присутствует в нашем теле, и мы знаем, что работа нашей плоти – не собрание Бога. Работа нашей плоти – это расточение, которое делает плоть. В книге Даниила описывается большой праздник. Валтазар устроил большой пир, и там было вино, большие пивные кружки. Этого нет в Писании, но я обрисовываю картину. Время пира, время пира в колледже, кружки пива, бутылки с вином. И затем у Него появилось желание «Принесите все сосуды, которые мы взяли из Иерусалима много лет назад. Принесите все то, что они называют святым. У нас будет замечательное время этой ночью. Разлейте это вино по сосудам, и пусть все пьют из них. Они из золота, из серебра. Мы будем царствовать сегодня во время пира». Это было собранием, но на этом собрании было проклятие. Той ночью явилась надпись на стене «Мени-мени текил у парсин». «Ты взвешен на весах и найден недостаточно». В ту ночь царя убили. Пир завершился. Царство пало. Все разрушилось. Наступило смятение. Вы бывали на собраниях, где было проклятие? Вы бывали в таком месте, где на следующий день, на следующее утро вы уже жалели, что пришли? Вы были на таком собрании, которое не было, очень интересным. Возможно, это и не было какой-то чувственной вечеринкой. Просто выпускной вечер в школе, и вы сидели там, и у вас с особенной головной убор, и кисточка свисала с неправильной стороны, и вам шепчут, что это передвинь на другую сторону. Вы пускники выступают с речью, вы поднимаетесь, и идете в собрание. У такого собрания есть свое место. Возможно, вы были на политических собраниях, на празднованиях, на печальных собраниях, как в случае с Адамом и Евой на похоронах Авеля. У нас нет этой записи в Библии, но это был первый человек, которого они видели мертвым, и это был их сын. Они стояли там, на собрании у гробницы Лазаря, Марфа, Мария, Лазарь мертв, похороны. Печальное собрание. Мы были на множестве различных собраний в нашей жизни, но теперь мы призваны на другое собрание. О, Иерусалим, Иерусалим, как бы я хотел собрать вас, как птица собирает своих птенцов под крылья, закрывая, защищая, заботясь, нежно, утешая и ободряя. Я думаю, что когда мы родились свыше в Духе, мы пришли в эту церковь, или церковь, подобную этой, и там было ощущение собрания, и я был увлекаем сюда. Что это? Мы пьем от одного Духа. Что это? У мы людей, и там чистота, ясность, авторитетность, слово, цель, направление. Там четкий звук. Слышится труба, как у евреев призыв, гарниста. Звук. Если звук непонятный, то они не знают, какое это время. Время ли битвы, или отдыха, время собираться на праздник, или отправляться на войну. Звук гарниста должен иметь правильное звучание. Я думаю, что это происходит в вашем сердце, и в моем сердце, когда я слушаю таких людей, как пастор Грэм сегодня, и на протяжении недели я слышал различных мужчин Бога. Недавно я слушал и говорил, это так назидает, это так четко, духовно, это звук, это назидание Божьего собрания. Бог собирал в книге деяний своих людей, и он делал это снова и снова, деянием четвертое, деяние второе, Петр в тюрьме, деяние двенадцатой, а они собрались вместе на молитву. Мы читаем о собрании учеников вокруг Павла. Когда его побили камнями, они собрались вокруг него, смотрели на него, думая, что он мертвый, но вот он встал, и он живой, и они пошли вместе с ним. Где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я. Мы говорили это много раз. Такого не могли сказать ни Мухаммед, ни Будда, ни Кришна, ни Авраам Линкольн, ни вы, ни я. Никто не мог бы сказать такие слова, кроме, если бы он был Богом. Двое и трое соберутся во имя Мое, где угодно, до скончания века, и они в Моем собрании. Я слышал ужасную историю. Отец и сын взяли акваланги во Флориде на Рождество. Они пользовались ими ежедневно. Они были опытными нырячками. Они знали, как это делать. Они проникли в пещеры и потеряли друг друга, и погибли. Я думал об этом, потому что в моей жизни бывали такие ощущения, возможно, и у вас. Вы когда-нибудь терялись? Вы теряли надежду? Вы говорили, «Я никого не вижу. Где они? Где они?» Одного нашли на глубине 151 фут, другого на глубине 90 футов. Они не могли видеть друг друга, не могли найти друг друга. Они не выплыли. Такое происходило. Да. Но когда мы можем видеть Бога, Он смотрит на вас и смотрит на меня, Его лицо, Его дух. И вы говорите, «Я принадлежу тебе, Бог». Отвечает, «Я горжусь тобой». Войди в Мое Царство. Я за тебя. Нет, не я. Евангелие от Луки 5 глава. Нет, не я, Бог. Господь говорит, «Если ты не будешь со Мной, ты останешься один, и ты ничто. Прими Мою благодать, прими Мою любовь. Я призвал тебя не для того, чтобы ты был один и пропал, был бы отделен, потерян в твоем безумии. Я призвал тебя к Моему Сыну, к Моему Уму, к Моей Любви, в Мое общение». Один писатель сказал, что путь на небеса подобен следующему, «Вы на дне рождения». Подъезжает машина, за вами приходят. «Дебби, пойдем с нами, мы отправляемся на другой день рождения». «Да, но этот день рождения хороший, у нас замечательное время здесь». Вам говорят, «Нет, мы пойдем на другой день рождения. Он лучше, он больше, он великолепнее. Это будет большое величественное собрание. Там будут Авраам, Исаак, Яков и все святые Божьи». Вы говорите, «Но я хочу быть здесь, на этом маленьком дне рождения». Иисус говорит, «Нет, ты переходишь из одного собрания в другое». И это я, я такой, я Бог собирающий. Мне нравится эта часть. Когда вы умираете, вы никогда не будете одни. Приходят ангелы, Лука 16, и забирают вас. Вы приноситесь ангелами в присутствие Бога. Бог знает, что мы были созданы не для того, чтобы оставаться обособленными. Когда Он сотворил человека, тот был один, Он дал имена всем животным. Он был очень умным, очень способным человеком. Но давать имена животным не настолько замечательно, как быть женщиной, которая сотворена такой же, как вы. Она такая же, как вы, но она отличается от вас. И это отличие настолько дополняет. У Адама появляется жена. Они изумлены в любви, абсолютно наслаждаются совершенством, восхищением. Мы часто употребляем это слово и говорим, это произойдет очень быстро, но это будет самым невероятным собранием, какое мы могли бы себе представить. Верующие, которые уже прошли на небеса, получат свои тела, а мы, живущие в то время на земле, вознесемся, и мы будем без греховной природы, без страха, без стыда, без неуверенности, с ясностью мысли, ясностью цели, ясностью ума, с просветлением сердца и ума. Мы будем совершенными мужчинами и женщинами во множестве и различии, собранными вместе в теле Христа. Мы это не придумали, это записано в Библии, и это потому, что человек был сотворен, чтобы быть. Мы еще не знаем, какие мы будем, но когда мы увидим Его, мы будем, как Он. Стих 17. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках в Сретене, навстречу Господу, на воздухе. Мы так всегда будем, всегда мы всегда будем с Господом. Мы всегда, навсегда будем, и никогда не будем одни, никогда не будем потерянными, никогда не будем прокляты, никогда не умрем, не будет больше боли. У нас есть боль в физическом теле, Мы понимаем, что такое боль, но вот больше боли не будет. Не будет больше греха, не будет больше зависти, страха, не будет негативных слов, не будет исследования беззакония, не будет рассмотрения падения, не будет сплетен, не будет разговоров за спиной кого-либо, не будет обвинений и совершенно точно не будет гордыни. Будет всеобщее понимание невероятной смиренности во всей группе, где каждый предпочитает одного перед другим в сердце. Такой день грядет. Такой день – великое собрание. Перед тем, как мы отправимся на то собрание, у нас есть вот это. У нас есть конвенция 2014 года. Вы обоняете ее? Вы чувствуете ее? Вы ощущаете ее? Не собрание социального плана, но чувствуете ли вы, Святом Духе, что это предвкушение того, чего мы ожидаем, с этой ясностью сердца, ясностью любви и понимания? Почему Бог оставил нас здесь? Чтобы мы собирали других в собрания. Почему Бог оставил нас на земле? Чтобы мы собирали людей к Христу, говорили о Нем и видели Его великую работу на земле. Почему Он оставил нас здесь? Пастор Рыжан здесь из Непала. Это удивительно. Я видел его, пастор, и ваш сын. Замечательно. А Инду здесь она? Нет. Пастор Бьерн из Финляндии, Рита. Так много драгоценных братьев и сестер. Пастор Тера и Рита. Пастор Девендер. Пастор Сэм из Чинай, Индии. Все эти различные люди. Почему мы здесь? Мы в собрании. Вы обоняете это. Когда я был в гараже, мне нравится гараж, так что вы много слышите этих историй из гаража. Я почувствовал незначительный запах бензина. Я подумал, нет, это нехорошо. Вошел туда, увидел, что крышка немного ослабла. Я закрепил ее. И чиркнул спичкой. Нет, нет, я жучу. Я думаю, запах. Вы можете не видеть бензин, но можете обонять. Вы не видите духи, но вы обоняете их. Вы можете не видеть розу, но вы можете обонять ее. Вы можете не видеть Христа, но вы обоняете, вы видите и обоняете, чувствуете. Есть нечто, что Бог дал нам, физическое ощущение, которое чувствует невидимое. Это невидимое, одно я могу чувствовать. Нет на земле другого творения, которое было бы более восприимчивым, более умным, более невероятным, чем человек. У нас есть разнообразные возможности, которые Бог дал нам, и мы можем сказать, мы не будем жить как глупые люди, мы будем жить как мудрые люди, и будем собираться к Нему, будем собираться в амбар, будем собираться к Христу. Вот что произошло с вами, когда вы родились свыше, вы были крещены Духом, и вы были крещены в тело Христа. Поэтому обучение так невероятно важно, оно охраняет наши уши. Пастор Грэнг сказал, у нас уши, они ходят, у них есть ощущение истины, и нам это говорится, мы радуемся в этом, мы ликуем песнопениях, немного пляшем, как те маленькие птички. Керли, Лерри и Молл исполняют свой маленький птичий танец, потому что они не могут летать, и единственное, что они могут делать, вот так. Они так и не появились, кстати. Вы понимаете, удивительно, правда? Я сказал детям, наверное, они улетели, получили крылышки и улетели. Наступил монет тишины. У нас был замечательный день, вы понимаете, у вас есть замечательный день, вы понимаете, вы собрались к Христу, вы понимаете, вы на пути в небеса, вы понимаете, вот эта книга, это живая книга, вы понимаете, что красота и любовь и процветание и благословение по всей земле, вы понимаете это, мы благодарные люди, мы молящиеся люди, мы поклоняющиеся люди, мы предвкушаем еще больше собраний, больше собраний в Непале, больше собраний в деревнях Индии, больше собраний в Ираке, среди проблем, которые там есть у братьев и сестер, и в Египте, и в Сирии, больше собраний в Афганистане, больше собраний в Латинской Америке, Перу, Аргентине, вот что мы делаем, и будет один день, удивительно, удивительно, возможно, перед таким днем подъедет машина и скажет, извините, да, вы, пойдемте с нами, куда? Да, мы поедем на еще больший день рождения, мы поедем на небеса, сейчас твое время, но я не хочу идти, это будет удивительно, это твое время, Бог позвал тебя, Бог вождь твой до самой смерти, Псалом 47, и это твое время, но вот что, я думаю, это наше предвкушение, восхищение придет до того, как эта машина приедет, и я бы хотел, чтобы так и произошло, мне бы хотелось быть живым, когда произойдет восхищение, я бы не хотел говорить до свидания моим возлюбленным, но мы бы с восторгом увидели друг друга, ура, мы в пути, в этом доме нет похорон, больше не будет лицом к лицу служений, мы восхищены, мы не умрем, мы просто ушли, мы в восхищении, и говорится, утешайте друг друга этими словами, вот слова, которые утешают вас, вот слова, которые выбраны назидать вас, утешайте друг друга этими словами, нам не нужны лживые слова мира, у нас есть вот эти слова, мы не беспокоимся о том, что происходит в мире, мы заботимся о людях, потому что они в беде, и мы ищем возможностей, но мы не обеспокоены, мы хорошо спим ночью, потому что мы утешаем этими словами, аминь, помолитесь со мной. Господь, мы собрались в Таём имени сегодня, и мы ощущаем в нашем духе, мы можем обонять аромат того, что грядёт. Благослови наши дни, всех наших гостей, наполни их, веди их, направляй их, обучай их, когда они служат нам, и мы все в одном теле, нет никакого различия, мы крещены во Христа. Благослови эти дни свежестью, видением, пониманием, ободрением. Это важные дни, и мы учимся, как служить. Важные дни, и мы учимся радоваться и верить в наших жизнях. Важные дни, и мы собираемся вместе, и мы видим собрание за собранием, и снова собрание. Затем мы видим, как дьявол разгоняет, разрушает и убивает. Но Бог – Собиратель. Как птица с птенцами, как отец со своей семьёй, как пастор с церковью, как мама и папа с семьёй, как друзья с друзьями. Мы – Собиратели. Да, Иисус. Собиратели. Иисус, благодарим Тебя. Собиратели, Господи. Дух собирает людей к Христу. В Балтиморе, в пригородах, в маленьких городах и городах, вдали собираются во имя Твое. Возможно, кто-то смотрит это видео сегодня по интернету. Возможно, вы решаете, «Отправлюсь в Балтимор на машине, на самолёте. Я хочу собраться во имя Христа. Я буду там. Я хочу собраться в Его имени там». Иисус сказал, что Он дал дары людям и передал жизнь среди Его братьев, которые собрались. Как же хорошо и приятно жить братьям вместе. Там Бог заповедовал благословение и вечную жизнь. Мы вкусили это, видели это и знаем это. Благодарим Тебя, Господи. Исцеление на этой неделе. Ученичество в сердце. Жизнь Креста на этой неделе. Быть исправленным, поправленным, поправленным во Христе. Принятие решений в моём сердце на этой неделе. Простить других на этой неделе. Мы не расточители, а мы собиратели. Да, Господи. Благодарим Тебя, Господи. Во имя Иисуса. Если вы здесь сегодня или по интернету, и у вас нет Иисуса в вашей жизни, сейчас время. Не ждите. Мы не можем хвалиться завтрашним днём. Вы не знаете, что следующий день принесёт вам. В один день может прийти торнадо, землетрясение, болезнь, автокатастрофа, несчастный случай. Один день, и что-то происходит. Один день, и мы не знаем, что это за день. Сегодня день, когда вы можете искать и найти Его, и сказать Ему, «Я верю в Тебя, Иисус». Поднимите руку в зале. Если вы принимаете Иисуса впервые в жизни своей, поднимите руку. Во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Господи. Ещё одна молитва. Возможно, Бог положит нам на сердце кого-то, чтобы позвонить им, собрать их, привезти их. Возможно, это время для некоторых просто прийти и быть привлечёнными. И, возможно, Бог положит на чьё-то сердце позвонить брату или сестре, которых вы не видели некоторое время, и стать Собирателем. Бог Собиратель. Он утешитель. Он любит нашу душу. Мы любим вместе. Мы служим вместе. И мы знаем Тебя как Собирателя, Исцелителя, Восстановителя душ. Мы Твои люди. Во имя Твоё мы молимся об этом. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.